Сегодня мы с вами вместе будем тестировать продукт, который обещает быть просто революционным и решить все наши маникюрные проблемы просто вот так вот за считанные секунды. И я говорю про аэроманикюр. По сути это лак для ногтей, который был заключен в упаковку, которая более привычна в нашем понимании для лака для волос или чего-то такого. И все, что нужно сделать, это пару раз взболтать это средство и потом одним вот таким нанести на все 5 пальцев, ну или там хотя бы 4 пальца и получить идеальный маникюр. В теории звучит, конечно, все очень хорошо, но на самом деле мы сейчас с вами проверим, насколько эта идея жизнеспособна. Но перед тем, как мы с вами перейдем непосредственно уже к тестированию данного продукта, если вы здесь впервые, обязательно подписывайтесь на мой канал. Если вы уже подписаны, нажимайте на колокольчик, тогда YouTube будет вас всегда оповещать, как только выйдет мое новое видео и вы никогда не будете пропускать меня в своих подписках. Поэтому обязательно это сделайте и давайте, в общем-то, начинать тестировать это чудо техники. Ну что ж, ребятки, давайте пробовать вот этот аэроманикюр. Сразу скажу, что первое, о чем я задумалась перед тем, как даже помыслить о том, чтобы начать им пользоваться, это то, что, естественно, такая штука очень сильно испачкает зону вокруг ногтя. Поэтому я, естественно, человек умный, и я заказала от Dance Legend защиту кожи вокруг ногтя. Это средство высыхает в такую, как виниловую пленку, то есть вы его наносите вот так вот на кутикулу вокруг ногтя, и потом все это прекрасно удаляется вместе с какими-то излишками лака, если у вас такие есть. Поэтому давайте начнем именно с этого средства. Я сейчас построю такую жирненькую защиту вокруг ногтя, потому что, естественно, спрей достаточно опасная штука, поэтому как раз с этого и начнем. Красота-то какая неописуемая! Ну, в общем-то, давайте теперь ждать, пока полностью все высохнет. Вот на этих двух ногтях уже все высохло, видите, как оно становится? Такая, как пленочка защитная, а на этом еще не высохло, и на этом тоже. Поэтому давайте подождем, и будем приступать уже к нанесению лака. Ну что ж, вроде у меня все высохло, поэтому к нанесению лака я готова. Сейчас хорошенько все это дело взболтаю, и будем приступать! Брызну на бумажку просто, чтобы понять... Ну вот, вот такой вот цвет будет. Кстати, цвет такой красивый! Класс! Как оранжевый, солнечный такой. Кстати, оттенок у меня... Я даже не знаю... А, вот первый, коралловый, коралловый он называется. Смотрите, какой красивый! Так, я уже хочу это на свои ногти. Готовы? Все готовы? Точно готовы? А ну, поставьте лайк, если вы готовы. Пробуем. Очень странные вещи сейчас происходят. То есть, на бумагу вот видите, как хорошо перенеслось, а на ногти нет. Это вам похоже на какой-то красивый маникюр? Мне пока что-то не очень, честно говоря. Такое впечатление, что на бумагу переносится красиво. То есть, цвет красивый переносится на бумагу, но на ногтях это какой-то кошмар вообще, по-моему. Ладно, я попробую нанести второй слой сейчас. И то, что я сначала нанесла защиту, мне как-то не очень сильно помогает, честно говоря. Я не знаю, сколько слоев нужно нанести, для того, чтобы это более-менее хотя бы прилично начало выглядеть. У меня закрадывается такое впечатление, что сколько ни наноси, все равно ничего не будет. Осталось теперь подождать, пока это все более-менее подсохнет. Тогда начну снимать пленку и покажу вам уже финальный результат. Мне кажется, лак немножко подсох, поэтому я сейчас буду пробовать снимать эту пленку. Нет, ну хорошая новость заключается в том, что пленка от Dance Legend таки работает. И снимается все достаточно просто. А вот насчет этого лака ничего пока хорошего сказать не могу вам, к сожалению. Вам это похоже на красивый маникюр? Признайтесь мне честно. Ладно, я сейчас попробую максимально исправить эту ситуацию. То есть подправить этот маникюр с помощью, может, не знаю, ватных палочек или чего-то еще. И вернусь к вам, чтобы показать, что у меня получилось в итоге. Я даже не знаю, как словами описать то, что сейчас произошло. Честно говоря, я не ожидала такого результата, который получился на этой руке. Я даже вторую не стала делать, потому что я сразу поняла, что после съемки этого видео мне нужно будет все переделывать и просто обычным лаком накрасить ногти и не парить себе мозг. Я даже затрудняюсь с эпитетами относительно этого продукта, поэтому, наверное, скажу немногословное нет. Не знаю, за что ты меня так ненавидишь, но я тебе везла с самой Францией. Вообще приютила, дала тебе дом, а ты вот так вот со мной поступаешь. Мне кажется, что идея все-таки с таким видом маникюра непровальная. Но хочется, чтобы средство действительно работало и работало легко. Если же вы знаете, как заставить это средство работать, обязательно напишите мне в комментариях, может, попробую еще как-то. Потому что я в ближайшее время даже не планирую дотрагиваться к этому средству. Все-таки обычным лаком накрасить ногти для меня намного более привычно. И результатом я остаюсь довольно намного больше. Надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так и было, конечно же, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. И мы с вами увидимся в следующих моих видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова